Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге пророка Исаии Иерусалимского и обратимся сейчас к 38 главе. В этой главе содержится еще одна замечательная история из жизни царя языки, в которой, в отличие от предыдущей главы, собственно, кроме царя и бога и пророка Исаии, конечно же, других участников нет. Здесь рассказывается о том, что в те времена, замечательные, наверное, радостные, счастливые времена, когда отступило от стены Иерусалима войско царя Синахирима, войско ассирийцев, вот в эти замечательные дни языки смертельно заболел. Ну что ж, так бывает, люди живут ограниченное время. И вот к заболевшему царю приходит Исаия и говорит ему от бога, пиши завещание. Знаете ли, это, конечно, далеко не то, что каждый из нас хотел бы услышать от бога, особенно во время тяжелой болезни. И для читателя даже иногда эти слова, сказанные богом через пророка, звучат весьма и весьма жестоко. Но эта реальность, вот она такая. И Господь говорит, пиши завещание. Все, окончен путь твоей жизни. Все самое главное, грубо говоря, в ней уже произошло. Сделай завещание, потому что ты умрешь. Вообще говоря, наверное, каждый читатель пытается примерить на себя это. И это полезно делать, потому что если, как принято в современном мире, делать вид, что ты бессмертен, ну, ты выпадаешь из реальности. Надо понимать, что любая человеческая жизнь ограничена. Рано или поздно это произойдет. Не то, чтобы прямо к этому требовалось специально готовиться, может быть, и нет. Или, как в случае с языки, уже поздно готовиться, надо только завещание писать. Но помнить, помнить об этом, принимать этот факт. Бог бессмертен, а мы нет. И в этом нет ничего, так сказать, необычного или пугающего. Потому что если отношения с Богом существуют, то, в общем-то, это и будет, наверное, для нас не так чудовищно страшно, как для языки. Обратите внимание, что в том, как ведет себя царь язык, я в этот момент, конечно же, проявляется то, что он думает о смерти и посмерти. А думает он скорее во вкусе позднейших авторов, там, как экклезиаста. Думает он главным образом, что после смерти все заканчивается. В лучшем случае смерть из Шеол, преисподняя, это какое-то такое место, из которого нет возврата, где нет никакой жизни, где мертвый не будет славить тебя, как говорит Псалом. Вот так воспринимает царь языки свою смерть, как нечто неизбежное. И в то же время порог, за которым ничего нет. Только иногда смутные очень надежды на то, что Бог всесилен и властен, в том числе и над Шеолом, появляются. Но практически нигде, ни в каких письменных документах в этой эпохе еще не фиксируется. И вот смотрите, Языкия отвратился лицом к стене и молится, говоря, Господи, вспомни, что я был тебе верен и делал угодное в очах твоих. И заплакал Языкия сильно. И Бог переменил свое решение. И это тоже удивительная вещь. Понимаете? Можно фабулу оставить чуть в стороне. Хорошо ли, что Бог предупреждает Языкию о предстоящей смерти или там отодвигает ее? Языкия заплакал и сказал, Господи, но я ведь тебе всегда был верен. И Бог его услышал и переменил свое решение. Бог передумал. Вот так бывает, оказывается. Значит, наша молитва и наша верность Богу – вещи небессмысленные и небезнадежные. Потому что Бог слышит и иногда соглашается изменить свои планы по молитве, по просьбам людей. Странная ситуация. Казалось бы, ну, всемогущий не похоже, чтобы так относился к нашей молитве. Вот так. Вот так. Языкия молится, и Бог посылает снова к нему Исаию и говорит, пойди, скажи, Языкия. И так говорит Господь Бог Давида, Отца Твоего. Я услышал молитву Твою, и вот прибавлю к дням Твоим 15 лет. И защищу Тебя от царя Ассирийского и город сей защищу. И Бог говорит, хорошо, услышал Тебя, вот Тебе еще 15 лет. Не сказать, что был очень большой срок, но для умирающего это очень большой срок, конечно же. И более того, книга Исаии свидетельствует о некоем знаке, что вот солнечная тень возвратилась на 10 ступеней по лестнице, по которой сходила эта солнечная тень. Ну, загадочное сообщение, которое, пожалуй, и не стоит комментировать. Гораздо важнее, что Языкия таки выжил, действительно выжил после этого. И вот царь молится и славит Бога. И, конечно же, слова, которыми молится царь Языкия, слова, которыми он благодарит Бога о своем выздоровлении, эти слова тоже совершенно замечательные. Вот он говорит, я должен был в приполовении дней моих идти во врата преисподней и говорил, не увижу Господа, Господа на земле живых. И вот он славит Бога за то, что Бог отвратил свое постановление и продлил дни жизни царя. И здесь есть некоторый существенный контраст с предыдущей главой. Потому что в предыдущей главе, где царь рассказывает Богу про кощунство ассирийского фараона, он никаких подробностей не приносит. Он говорит, господи, ну ты видел и слышал все эти слова. Все. Царь говорит, откликнись, сделай так, как ты считаешь нужным. А там, где он благодарит Бога, он старается это делать по возможности конкретно, по возможности с применением поэзии. Вот эта молитва царя языки действительно замечательный поэтический текст, где царь не халтурит в своей благодарности. Он не говорит, да-да, спасибо, спасибо, все хорошо, едем дальше. Нет. Вот он действительно всю силу души вкладывает именно в то, чтобы совершенно конкретно поблагодарить Бога за произошедшее. Это тоже очень поучительная для сегодняшнего дня вещь. Современные христиане обычно подробно расписывают Богу свои грехи, какими продуктами они, что, какие установления нарушили, и сколько было порций этих продуктов, и как они были приготовлены. Что, в общем, совершенно незачем не надо. Когда же дело доходит до того, чтобы поблагодарить Бога, у нас буквально язык в глотку затягивает, и нам очень трудно выдавить из себя хотя бы одно конкретное слово. А уж наполнить его силой духа своего для нас вообще почти нерешаемая задача. Поэтому, повторяю, так важен пример царя языки. Он говорит о происходившем подобно льву. Он сокрушал все кости мои день и ночь. Я ждал, что ты пошлешь мне кончину. И вот он говорит, Господи, тесно мне, спаси меня. Вот. И тоже очень важно, царь говорит в этот момент, ну, а что мне с другой стороны говорить? Вот Бог как сказал, так и сделал. Он сказал, он и сделал. Царь признает власть Бога над собой и признает то, что Бог может поступить так, как он считает нужным. Да будет воля твоя на земле, как на небе, как учит Господь Иисус Христос своих учеников молиться. И царь языки обращается к Богу и говорит, Господи, ну вот такая жизнь. Так живут. Во всем этом жизнь моего духа. В этом страдании, в безнадежности, страдания в приближающейся смерти, в тех годах жизни, которые Бог снова дает языке. Ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь. Вот была сильная горесть, но ты избавил меня от нее. Вот такая человеческая жизнь, так живут и во всем этом жизнь моего духа, вот в этих отношениях жизни и смерти с Богом. Жизнь духа – это не нелепые басни про свет в конце туннеля и прочие йогические экзерсисы. Нет. Нет. Вот это вот все. Или там завязывание в узел собственного организма. Не это – жизнь духа. Жизнь духа – это разговор с Богом о жизни и смерти. Вот что, может быть, самое важное в этой главе. И еще царь языке в этой своей молитве добавляет и говорит, ну потому что преисподнее не будет славить тебя, не смерть восхваляет тебя, живой, только живой прославит тебя, как я ныне. Конечно же, это цитата и из псалмов, причем не из одного, это такой отчасти составной текст, но тем не менее смысл чрезвычайно важен. Здесь говорится о том, что жизнь духа, настоящая жизнь духа – это диалог с Богом на грани жизни и смерти и о том, что такое жизнь и что такое смерть. Да, вот это вот, Господи, так живут, и во всем этом жизнь моего духа. И это жизнь в том, чтобы Бога славить. И живой прославит тебя, как я ныне. Значит, для царя вот эта благодарность Богу, прославление, спасающей десницы Божьей, это и есть настоящая полнота жизни и жизнь духовная. Поэтому он, собственно, и воспевает эту песнь Богу. Но еще, конечно, невозможно не обратить внимание на эту чрезвычайно важную идею, надежду, я бы сказал, ветхозаветных авторов. Бог живет среди словословия Израиля. Подлинное, правильное отношение к Богу – это в первую очередь хвала. И, собственно, в этом жизнь, которую Бог дает. И поэтому люди очень часто надеются, надеются на Божье помилование, на спасение, потому что только живые они смогут воспевать эту хвалу Богу.